Хорошо помню Ленинград тех годов, когда трудовая жизнь каждого дня в нашем городе начиналась голосами заводских гудков. По голосу гудка рабочие узнавали свой завод. Это строки из письма ленинградца Владимира Михайловича Барулина. А вот одно из пяти писем от Бориса Тимофеевича Мамонтова из города Изюма. Мне кажется, что эту песню можно было бы назвать песней рабочих династий. Вот такие мысли и чувства наших зрителей вызвала песня из спектакля Московского художественного академического театра имени Горького «Столивары». Композитор Эдуард Калмановский. Стихи Михаила Матусовского. Песня о фабричном будке. Теперь умолкли поезда, и не кричат автомобили, и, между прочим, навсегда. Гудок фабричный отменили. Такая тишь над городком. Таким покоем дышу дали, а мы не время с тем гудком. Мы всю судьбу свою сверяли, а мы не время с тем гудком. Мы всю судьбу свою сверяли. Ты это в памяти храни, как вместе с ним мы отмечали, И наши праздничные дни, и наши общие печали. Он звал меня издалека, когда порой бывало туго, И голос этого гудка я узнавал, как голос друга. И голос этого гудка я узнавал, как голос друга. Как будто где-то там вдали плают грозные пожары, А у печей, что мы зажгли, встают другие сталевары. А вот вареное окно к нам тишина приходит снова, А все же жаль, что я давно гудка не слышал заводского. А все же жаль, что я давно гудка не слышал заводского. А вот вареное окно к нам тишина приходит снова, А все же жаль, что я давно гудка не слышал заводского. А все же жаль, что я давно гудка не слышал заводского. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемые жюри, а сейчас слово просят представители Славной семьи Столиваров Московского завода «Серп и молот». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие наши друзья Столивары завода «Серп и молот». Позвольте сердечно вас поблагодарить от Столиваров Московского художественного театра и от всего нашего коллектива за ваше теплое внимание, за вашу дружбу, за ваши теплые слова. Я с удовольствием передам их коллективу нашего театра. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ